Медики всего мира сходятся во мнении, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции, необходим коллективный иммунитет. А для этого нужно вакцинировать хотя бы половину активного населения. К поликлинике номер 4 в микрорайоне Бакчиманджи прикреплено 8800 человек старше 18 лет. Желающие могут привиться от COVID-19, не выезжая из населённого пункта. В предстоящую субботу, 13 марта, в лечебном учреждении по адресу улицы Беляева, дом 35А, будет работать мобильный пункт вакцинации. И вот 13 числа мы готовимся встречать выездную мобильную бригаду, которая будет проводить вакцинацию вакцины «Спутник Ви» наших жителей. От входа в фойе до кабинета вакцинации администрация поликлиники разработала маршрут движения посетителей. Так будет соблюдена социальная дистанция. Вакцинация от COVID-19 в поликлинике на улице Беляева будет проходить исключительно на втором этаже. На это время плановый приём переместится на первый этаж. Взяв с собой паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования, мы проходим на пост медицинской сестры. После того, как документы зарегистрируют, посетители пригласят терапевту, чтобы проверить его самочувствие. И после того, как терапевт отметит, что с вашим самочувствием всё в порядке, вы можете пройти в процедурный кабинет. Первые полчаса после укола специалисты рекомендуют побыть под присмотром врача. В поликлинике на том же этаже отведено спокойное место. Как после, так и до вакцинации постарайтесь контролировать своё самочувствие. Причин, чтобы не делать прививку, немного, но и о них нужно помнить. Это острые вирусные инфекции, респираторные заболевания, аллергические реакции. Это чувствительность компонентом вакцины. Но всё более детально и подробно у вас расспросят врач. По данным Щёлковской областной больницы, на сегодня в городском округе зафиксировано 299 подтверждённых случаев заболевания COVID-19. 287 человек проходят лечение амбулаторно, 12 в стационаре. Тем, кто переболел коронавирусной инфекцией, врачи также рекомендуют пройти вакцинацию для поддержания иммунитета. Многие знакомые болеют, чтобы не было заболевания. Хочется сберечь себя и окружающих. Но я просто переболела в декабре, ну и решила привиться. Вакцинация от COVID-19 граждан старше 18 лет включена в календарь профилактических прививок. Это значит, что защиту от вируса жители России получают бесплатно. Здесь важно понимать, что вы защищаете не только себя, но и защищаете своих близких. Своих родных приходите на вакцинацию к нам. Это эффективная, хорошая вакцина. Ещё два мобильных пункта вакцинации 13 марта откроются в Доме офицеров в Монино и в торговом центре «Глобус» на Апрельтарском проспекте. Все дни, кроме воскресенья, прививку делают в поликлиниках номер 1 на улице Фрунзе, номер 2 на Парковой, номер 3 в микрорайоне Чкаловский, а также в Афряновской больнице и Монинской поликлинике. На вакцинацию в учреждении нужно будет записаться любым удобным способом – через региональный портал Госуслуг по номеру 122 или накануне в самой поликлинике. Михаил Налётов, Игорь Поляков, Щёлковское телевидение. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова